Тушеная капуста с тыквой. Рецепт. Два полезнейших овоща – капуста и тыква совмещены в этом рецепте. Они дополняют друг друга и создают непередаваемый вкус. Для приготовления тушеной капусты вместе с тыквой потребуется капуста белокочанная, мякоть тыквы, лук, морковь, томатная паста или соус, соль, перец и травы. По вкусу подготавливаем овощи. Лук режем небольшими кубиками, морковь трем на крупной терке и капусту. Мелко шинкуем и тыкву режем на порционные небольшие кусочки. В сковороде разогреваем немного масла и пассируем лук. Добавляем к луку морковь и поджариваем несколько минут. Далее кладем кусочки тыквы и заливаем блюдо четвертью стакана воды или бульона тыкву тушим в течение 15-20 минут под закрытой крышкой на небольшом огне и затем добавляем капусту. Если жидкость испарилась, можно добавить еще четверть стакана. Насолим перчем и добавляем томатную пасту к нашему блюду. Перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем тушиться до размягчения капусты минут 20. Блюдо готово. Капуста тушеная с белой фасолью. Рецепт. Тушеная капуста с фасолью. Сытное блюдо, богатое белками и клетчаткой. Оно может стать полноценным гарниром. Для приготовления данного блюда нам потребуется капуста белокочанная, сухая белая фасоль, лук, морковка, паста томата, соль и приправы. По вкусу накануне перед готовкой блюда фасоль нужно замочить. Лучше всего, если фасоль пробудет в воде всю ночь, сливаем воду с фасоли и заливаем свежую. Отвариваем фасоль до готового состояния, но не нужно, чтобы она разваливалась. Приблизительное время варки – 45 минут, пока варится фасоль. Подготовим остальные продукты. Мелко нашинкуем капусту, порежем лук. Кубиками или полукольцами потрем морковь. На растительном масле поджариваем лук и морковь. Заливаем томатную пасту и немного воды. Бульона. Засыпаем отваренную фасоль и туши под крышкой минут 10. Перемешиваем фасоль с поджаркой и закидываем капусту. Добавляем соль и специи. При туши блюда еще 20 минут свежая и квашеная тушеная капуста. Приготовление. Квашеную и свежую капусту можно тушить одновременно. Это удобно, если у вас осталось мало квашеной капусты и вы не знаете, как ее использовать. Квашеная капуста придаст небольшую кислоту блюду. Поэтому некоторые кулинары рекомендуют не добавлять томатную пасту, если тушите квашеную капусту, чтобы приготовить блюдо их двух видов капусты. Нужны такие продукты. Лук репчатый. Капуста свежая и квашеная в равных пропорциях. Соль и специи поджариваем. Лук. И кладем к нему мелко нерезанную свежую капусту. Она должна дать сок. Если жидкости мало, добавьте немного воды, затем кладем квашеную капусту, все перемешиваем, солим и добавляем специи. Тушим блюдо 20 минут до размягчения капусты. Рецепт тушаной краснокочанной капусты. Тушить можно не только привычную белую, но и краснокочанную капусту. Но при этом учтите, что цвет блюда будет специфическим и другие продукты, которые будут в блюде потемнеют. Рецепт приготовления краснокочанной капусты не сильно отличается от белой капусты. Единственная особенность в том, что нам потребуется кислота, чтобы придать блюду красивый цвет. Используя яблочный уксус или лимонный сок, нам потребуется лук и чеснок. Краснокочанная капуста, лимонный сок, соль и специи. Поджариваем лук. Кладем к нему капусту. Заливаем лимонный сок. Добавляем потертый или продавленный чеснок. Тщательно перемешиваем, солим и перчим блюдо. Тушим под крышкой 15 минут. Блюдо из краснокочанной капусты получается аппетитно, розовым и очень аппикантным, благодаря лимону и чеснокурице. Тушаная капуста с курином филе. Капуста с курицей – это самостоятельное блюдо, которое понравится всем членам семьи. Благодаря тому, что в нем мало углеводов и много белка, такое блюдо может быть хорошим полноценным ужином. Для приготовления блюда нам потребуется белокочанная капуста, лук, морковка, куриное филе, томатная паста, специи и соль. Подготавливаем. Продукты режем на небольшие кусочки филе, лук кубиками, морковь трем на крупной терке, а капусту шинкуем, поджариваем на сковороде. Кусочки филе в течение нескольких минут до образования поджаристой корочки откладываем филе в сторону. Теперь жарим лук и морковь. В конце жарки добавляем филе, немного солим и перчим поджарку. Добавляем четверть стакана воды и тушим смесь под крышкой минут 5. Кладем капусту к поджарке, добавляем томатную пасту, соль и специи. Тщательно перемешиваем блюдо и тушим еще 20 минут свинина тушеная с капустой. Рецепт фото. Данное блюдо более калорийно, чем капуста с курицей. В зависимости от пропорции свинины и капусты, блюдо может получиться мясным или же преимущественно овощным. Нам потребуется белокочанная капуста, свинина, лук, морковь, томатная паста, чеснок, лук и специи, базилика, черный и красный перец. Подготовим ингредиенты. Вымоем свинину и порежем ее на порционные куски. Лук режем кубиками, морковь трем, капусту шинкуем. А чеснок выдавливаем через пресс, поджариваем лук и морковь. Кладем кусочки свинины, заливаем поджарку водой, тушим в течение 30 минут. После этого добавляем чеснок и томатную пасту. Кладем к свинине капусту, солим и добавляем специи. Тушим еще 20 минут. Как приготовить тушеную капусту с черносливом? Чернослив добавит блюду сладковатого при вкусе, сделает тушеную капусту необычной на вашем столе. Для приготовления капусты с черносливом нам нужно белокочанная капуста, несколько штук чернослива, лук, морковь, соль и специи. Капусту шинкуем, лук режем кубиками, а морковь натираем на терке. Если чернослив слишком жесткий, замочите его в теплой воде на 30 минут. Можно порезать чернослив на кусочки или же оставить целым. Поджариваем лук и морковь. Кладем капусту, если нужно добавляем немного воды. Тушим блюдо 15 минут. Добавляем томатную пасту, соль, специи и чернослив. Тушим еще 5 минут. Тушеная капуста по-чешски. Особенность капусты по-чешски в том, что для ее приготовления используется маринованная капуста. Ее можно приготовить самостоятельно. В магазине продается уже готовая маринованная капуста. В Чехии капуста настолько популярна, что считается самым распространенным гарниром. Используют как белокочанную, так и краснокочанную. Капусту существует много рецептов капусты по-чешски. В нее добавляют свинину, копченые колбаски и грибы. Подают тушеную капусту в Чехии с мясными блюдами. В местных ресторанах крайне популярное блюдо. Тушеная капуста с уткой тушит маринованную капусту так же, как свежую. Только время приготовления может быть немного меньше, до размягчения капусты. Идеальный рецепт тушеной капусты, как приготовить тушеную капусту, как в столовой. Многим хозяйкам хочется повторить рецепт той самой капусты, которую так часто делали в школьных столовых. Сделать это очень просто. Рецепт довольно прост и требует минимум ингредиентов. Капуста, лук, соль и черный перец, томатная паста и яблочный уксус жарим. Лук на сковороде до золотистого цвета. Кладем капусту и заливаем ее четвертью стакана воды. Тушим 20-25 минут. Подготавливаем томатный соус. Смешиваем томатную пасту со столовой ложкой яблочного уксуса. Добавляем его. Капусте тщательно перемешиваем. Тушим еще 5 минут. В конце блюда солим перчем и еще раз перемешиваем приготовление вкусной тушаной капусты. Советы и отзывы. Режьте капусту как можно мельче, чтобы она быстрее готовилась. Вначале поджарьте лук до золотистого цвета и добавьте остальные овощи при необходимости. Капуста кладется в самом конце. Томатную пасту, соль и специи добавляем в конце. Иначе срок приготовления блюда увеличится. Тушеная капуста хорошо сочетается с мясом, грибами и другими овощами. Например, с брокколи, спаржей или картофелем. Готовая капуста должна быть мягкой, но не должна разваливаться. Старая капуста тушится на минут 10 дольше молодой.